Прилетели, счет уже 0-1. Потом стали себя приходить, какие-то моменты создавать, но не доигрывали до конца. И я считаю, что мы проиграли сегодня сами себе. А то, что матч несколько раз откладывался, какой-то отпечаток принесло? Да, конечно, принесло. Во-первых, нас быстрее торопили. Во-первых, мы ели сегодня в 10.30, а игра состоялась по-нашему в Оскога в 6 вечера. Видно было, что у ребят желание было отыграться, а сил-то не было. В конце не хватило немножко, и поэтому сказалось однозначно. Мы приехали, бегом-бегом, нам сказали 7 минут вам, чтобы размяться. Быстро размялись, быстро начали. Еще раз говорю, счет уже 0-1. Потом пытались отыграться, но уже не получилось. А то, что игра в итоге состоялась на искусственном поле, какое-то значение имеет? Нет. Значение в том, что у нас некоторые ребята взяли с собой все шиповые бутылки, потому что мы им сами говорили, что поле будет натуральное. Потому что команда соперники писала письмо, мы знали, что они играют на натуральном поле. Только когда мы уже были в аэропорту в Перми, нам сказали, что будем играть на искусственном поле. Поэтому некоторые играли не в привычной для себя обуви. И последний вопрос. Закончился первый круг. То ли место на самом деле занимает Амкарк или по силам намного выше быть? Я думаю, что по игре мы занимаем не свое место. Мы могли бы быть выше намного. Но еще раз говорю, если брать целый круг в общем, нам не хватило того, что я говорил, этого уверенности. Я буду надеяться и надеюсь, что пройдут сборы. В 98-й год ребята, которые к нам пришли, немножко познакомимся с нашими требованиями, с требованиями лиги нашей, как играет соперник. Проанализируем, объясним, как нужно себя вести в играх с такими соперниками, как нужно играть и так далее. И надежда-то есть. И какие были игры, которые мы играли хорошо. Но опять же, не хватает мастерства, опыта и психологический. Это самый главный фон. Еще раз говорю, что ребята немножко не уверены в себе. Отсюда многие матчи были проиграны, вот как сегодня мы сами себе проиграли.